Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире с событиями дня. Сегодня вас ознакомлю я, Наталья Дюсупова. В начале выпуска коротко о главном. Убойная смесь. Госдума предлагает запретить алкоэнергетики, а в Кабардино-Балкарии тем временем выявляют нарушителей, продающих водку и сигареты подросткам. Облаченный в лучи солнца. Фильм о Казбеке-Гекиеве. Сегодня в эфире телеканала «Россия». Жизнь без барьеров. В школах создадут условия для полноценного обучения инвалидов. В Кабардино-Балкарии нейтрализована группа поставщиков оружия. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, адреса и места пребывания ряда ее членов были установлены в ходе разработки каналов обеспечения террористов. Комплексная спецоперация силовиков началась накануне сразу в двух республиках – Кабардино-Балкарии и Ингушетии. И завершилась сегодня утром. В одном из районов Баксана решением оперштаба в КБР был локально введен режим КТО. Кроме того, силами спецназа ФСБ была предпринята попытка задержания подозреваемых, передвигавшихся на машинах по дороге усиления Гробовец Прохладненского района и в окрестностях села Нижний Курб. По информации НАК, они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем по предварительному опознанию. Это ранее судимый 37-летний Анзорт Леужев. По оперативным данным, он исполнял роль организатора поставок. А также Хасан Макоев, 75-го года рождения, являлся финансистом так называемой боксанской банд-группы. Анзорт Загаштов, 76-го, и Абузет Мамрешев, 79-го годов рождения, все они по данным правоохранительных органов, не только обеспечивали подполье оружием и боеприпасами, но и принимали личное участие в вымогательстве денег у коммерсантов. В результате оперативных мероприятий еще 8 преступников не содержаны. В автомашинах и ряде проверенных адресов обнаружены СВУ мощностью более 5 килограммов тротиля. Его уничтожили на месте три автомата с боеприпасами, гранатомет, тротиловые шашки, пакеты с героином и мешок марихуаны. Кроме того, в подвале блокирована во входе операции дома в Баксане ликвидирована лаборатория по изготовлению СВУ. Несколько взрывных устройств были готовы к использованию. Информационный центр НАК подчеркивает, что пресечение деятельности преступной группы, снабжавшей бандитов вооружением, нанесло серьезный урон террористическому подполью на Северном Кавказе. К другим темам. Законопроект, предлагающий убрать из магазинов яркие баночки со слабоалкогольными энергетиками, внесен в Госдуму. Доля этих коктейлей в общей спиртовой структуре невелика, но именно от такого сочетания алкоголя с кофеином сегодня нужно защищать молодежь. Это мнение экспертов. Детям до 18 запрещается. Как это правило исполняется в отношении продажи сигарет и алкогольной продукции, выясняли сегодня на улицах Нальчика. Совместный рейд организовали Минобразование и отдел по делам несовершеннолетних МВД Республики. Факты нарушения выявляли вблизи общеобразовательных школ. Подробности у Османа Казакова. Один из магазинов по улице Ватутина. На прилавках свободно красуются спиртное и сигареты. При этом рядом детский сад через дорогу школа. Лицензию на право торговать алкогольной продукцией работники показать не смогли. И этот случай далеко не единственный, говорят инспекторы по делам несовершеннолетних. Минобразование вторят. В ведомство постоянно поступает жалоба о продаже спиртных напитков молодежи. Наша задача довести до взрослых тех людей, которые торгуют в торговых заведениях, чтобы они не продавали детям спиртные напитки торговые. Хотя это запрещено законом, но вы сами знаете, что данные законы у нас имеют право нарушаться теми недобросовестными людьми, которые наживаются на здоровье наших детей. Об эффективности рейдов говорят учителя. В 24-й школе хорошо помнят, как приходилось отвоевывать подростков у сигаретной или алкогольной зависимости. Мешали торговые точки, расположенные близ учебного заведения, но с задачей справились. С помощью наших правоохранительных органов, естественно, мы приглашали, еще раз повторюсь, школьного инспектора, участкового, который за этим смотрели, наблюдали и проводили рейды. Даже контрольные закупки делали иногда. Ситуацию отслеживают и сейчас. Говорят, одними карательными мерами торговцев не испугать. Главное, не оставаться равнодушным к проблеме. Телефон доверия в отделе по делам несовершеннолетних работает круглосуточно. Анонимность звонков гарантируют. Осман Казаков, Наталья Булат, Заур Конкулов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в вечернем эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» премьера фильма «Облаченные в лучи солнца». Эту работу телекомпания посвятила памяти нашего коллега Казбека Гекиева. 8 марта ему исполнилось бы 29. Елена Кушова продолжит. Здравствуй, Элиста. Я слишком широко улыбаюсь. Они подумают, что я не искренне. Эти кадры никто никогда не видел. Журналисты снимают десятки минут, из которых в эфир попадает разве что треть. Остальное сдается в архив, а дубли, как правило, затираются. Кадры с Казиком каким-то чудом уцелели. И на каждом он улыбается. И каждая теперь история. Трагическая и необратимая. Телезрители Казбека видели только с экранов телевизоров своих. Поэтому о том, какой он человек, они, конечно, не знали. Не могли знать многие. Но вот мы постарались в этом фильме показать, каким он был человеком на самом деле. То есть добрым, чистым, честным, порядочным человеком. Я думаю, посмотрев этот фильм, телезрители в этом убедятся. Фильм давался нелегко. В его создании участвовал весь коллектив. Мы сознательно делали его не по законам жанра. Первыми облаченные в лучи солнца увидели родные и близкие Казбека. 9 марта в ГКЗ прошла презентация. В тишине, без аплодисментов. Мы просто хотели сделать этот фильм его глазами. И это придумали ребята, которые с ним работали. Вот камера шла его глазами. Не было закадровых текстов, трагической музыки. Потому что вот он с нами такой. И он с нами всегда будет таким. Недавно он пришел ко мне во сне. Это было несколько дней буквально назад. Перед тем, как я узнал о том, что будет фильм. И он, как всегда, в суматохе бегал по своей работе. Я ему сказал, Казик, ты что опять ты по своей работе бегаешь? Даже сейчас суетишься, он говорит. Да, ничего, нормально. Я говорю, а как так? Но я по нему очень сильно соскучился. И спросил его, как так? А он говорит, ну я же никуда не уходил. Я с вами. Только они все могут меня видеть. В дни трагедии поддержку оказывало не только руководство ВГТРК. Звонки с соболезнованиями компании из всех 87 регионов разрывали телефоны вестей Кабардино-Балкария. Чтобы разделить скорп родных, наши коллеги из соседних регионов приехали и на вечер памяти. Бесхидростные такие простые воспоминания людей, которые работали с Казбеком, действуют намного сильнее, чем какие-то вот такие яркие образы, пафосные слова. Вот смотрел этот фильм и мурашки по коже. Уже после презентации директор северо-осетинского филиала ВГТРК принял решение, что фильм «Облаченный в лучи солнца» будет показан на ГТРК «Алане». Зрители же нашей республики смогут увидеть его на канале «Россия-1» сегодня в 20.40. Елена Кушхова, Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. А служить без отрыва от учебы такая возможность у российских студентов скоро появится. Минобороны пойдет навстречу тем призывникам, которые и учебу прерывать не хотят, и к армии готовы. В этом накануне признался глава военного ведомства Сергей Шойгу в университете имени Баумана. Инициатива службы в рассрочку принадлежит именно Бауманке. От этого предложения признался Шойгу. В разговоре со студентами военным трудно отказаться. Сегодня армия заинтересована в образованных призывниках. Новая система в деталях пока не расписана. Известно, что молодым людям предложат проходить службу частями, по три месяца в учебном году. При этом отношения будут закреплены договором с командованием воинских подразделений. Кстати, студенты смогут служить уже по специальности. А чтобы не лишать молодежь каникул, их перераспределят. Кроме того, Шойгу сообщил о создании научных род прямо в вузах. Это идея для талантливых ребят, разработки которых необходимы нашей оборонке. Правда, о сроках таких военных экспериментов говорят осторожно. Для внедрения потребуется перестройка всей системы призыва. А что думают о службе в рассрочку студенты наших вузов, узнавала наша съемочная группа. Лучше уж вернуть в университет военную кафедру. И у кого есть желание, пусть идет на военную кафедру и дальше идет ослужить. Я думаю, этот закон очень правильный. Он будет нам помогать. После учебы нам же нужно сразу работу находить и работать. А если хотят парни в армии отслужить, то это будет хорошая идея. Лучше сразу отслужить? А почему так отслужить? Ну, например, не все же хотят сразу служить. По-любому это отвлекать будет от учебы. Если мне предложат, я так уж пойду, чем год служить, терять время как-то. Создание безбарьерной среды в школах страны – один из приоритетов определенных государством перед руководителями всех российских регионов. Кабардино-Балкария в реализации данной программы использует все имеющиеся на местах механизмы и рычаги. В трех муниципальных районах школы уже приступили к перестройке. На подходе еще два района. О жизни без барьеров наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Пандусы, спецподъемники и перила. Черна дверных проемов. Ребенок с ограниченным здоровьем не должен чувствовать абсолютно никаких неудобств. Но на создание таких особых условий необходимое время и главное средство. Федеральные субсидии на формирование сети безбарьерных школ идут в республику по соглашению между Минобром России и правительством Кабардино-Балкарии. Это значит, что скоро дети-инвалиды смогут беспрепятственно обучаться вместе со своими сверстниками в Нальчике, Майском и Прохладницком районах. Уже закуплены школьная мебель, спортивное реабилитационное оборудование, проекторы для сенсорной комнаты и многое другое. К примеру, в 4-й школе Прохладного библиотека оборудована специальными столами и тепловизионными устройствами. Увеличивает текст нам. И дело в том, что я так поняла, что у кого слабовидящее зрение, то можно использовать цвет другой, конечно. Здесь вот при другом использовании цвета, при фокусевке, видимо, мы меняемый цвет здесь. И здесь же также масштаб увеличивается. Специалисты отмечают, важно не только устранение физических и информационных барьеров, должен быть продуман и сам учебный процесс. В спортивном зале школой для детей создана релаксационная зона. Даже скакалки здесь со счетчиками. Дети, которые проводят почти весь день в школе, конечно же, нуждаются в таких вот физических разрядках. Потому что уроки – это уроки, это статическое напряжение. А здесь они могут, конечно, вот ту необходимую двигательную энергию получить, выплеснуть в свою усталость. Здесь даже санитарные зоны оборудованы всем необходимым. Ведь создание реальной безбарьерной среды возможно только при комплексном подходе. И тут не должно быть мелочей. Шкафчики сделаны для детей, которые являются инвалидами-колясочниками. Тут за поручни они могут удержаться, удержаться к шкафчикам, повесить свои вещи. Но только спецпредспособления, всех проблем, с которыми сталкивается в жизни ребенок-инвалид, конечно, решить не могут. Куда труднее сформировать по-настоящему толерантное отношение к таким ученикам. Пока далеко не все учителя охотно принимают их в классе. Да и сверстники не всегда бывают достаточно терпимы и деликатны. А потому подготовка педагогов для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями сегодня становится актуальной, как никогда. И все-таки, несмотря ни на что, новая система уже работает. У нас определены три опорные школы. Это четвертая школа, вторая гимназия и шестая гимназия. В данных образовательных учреждениях созданы именно условия для обучения, совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, именно безбарьерная среда. У нас по городскому округу прохладный порядка 80 детей. В основном это дети либо надобного обучения, которые приходят за определенными заданиями в школу, сдают зачетную систему. 12 детей с ограниченными возможностями детей-инвалидов у нас обучаются дистанционно в республиканском дистанционном центре. Сейчас правительство КБР готовится подписать очередное соглашение с Минобром России, которое позволит начать создание безбарьерной среды в школах Баксанского и Эльбрусского районов. В Нальчике тренируется сборная Северного Кавказа по Паратхэкондо. Особое внимание к спортсменам с ограниченными возможностями здоровья в республике оказывают уже на протяжении ряда лет, да и сами ребята добились неплохих результатов на чемпионатах Европы и мира. С паралимпийцами встретился мой коллега Альберт Корцаев. По итогам российского турнира 11 тэквондистов из Северного Кавказа в этом году примут участие в чемпионате Европы. Подготовка к соревнованиям уже началась. В качестве места сбора Нальчик выбран не случайно. Республика давно лидирует по округу в этом виде спорта. По календарному плану пара тэквондистов в Кабардино-Балкарии будут собираться в два раза в год – весной в Нальчике и летом в Приэльбрусе. Для людей с ограниченными возможностями здоровья этот вид единоборства оказывается наиболее приемлемым. Большая часть ударов наносится ногами, руки задействованы меньше. Это дает возможность многим ребятам проявить свой бойцовский дух. Плюс усердная работа тренеров и результаты не заставят себя ждать. Сейчас, последние два года, именно профессиональный подход, уже спорная с Северного Кавказа существует, уже свой календарь, который мы уже осуществляем. И уже первые чемпионы мира и Европы у нас уже есть. Без помощи государства участие в соревнованиях было бы невозможно, признаются тренеры Министерства спорта пара олимпийцев, поддерживать во всех начинаниях, будь то финансовые или организационные моменты. И это только малая часть планов признаются в ведомстве. В республике сейчас планируется построить центр для инвалидов, то есть приспособленный для занятия физической культурой и спортом, многофункциональный спортивный комплекс. Сборы в Кабардино-Балкарии для спортсменов уже заканчиваются. Чемпионат Европы пройдет в июне, так что подготовиться и показать высший класс наши спортсмены еще успеют. Эльберт Корцаев, Асламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. И к настоящему часу это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok